Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, заявил сегодня на брифинге министра здравоохранения Сабержан Абдекаримов. За прошедшие сутки было зарегистрировано еще 42 новых случая коронавируса. 10 из них в Пешкеке. Из них 9 завозных и 1 медработник. Чуйск области 2, Нарынск области 5, из них 2 завозных, 3 местных. Диалавадская область 1, это контактная, Ужск область 24, завозных 8, местных 16, в том числе у 12 медицинских работников. Из числа заболевших, завозных случаев 19, прибывших из Умры, Москвы и Пакистана. Контакт по подтвержденным случаям, это 8 случаев, это те, которые находились в обсервации в гостинице Ахакеме, Горден и Достух. Кроме того, еще двое приехали издаваться, это Нарынск область от Башенского района, они были на юге. Медицинских работников всего инфицировано 13. Всего по состоянию на 8 апреля в Кыргызстане заразились коронавирусом 270 человек, 32 из них – медики. К сожалению, есть и смертельная статистика. Жертвами COVID-19 стали 4 кыргызстанца, а 25 уже выписались из больницы. В стране 9 лабораторий, которые занимаются диагностикой коронавируса. С этой недели они работают в усиленном режиме. В три смены. Проверка на COVID-19 начинается с экспресс-теста. Если он дает положительный результат, тогда проводят ПЦР-анализы. Многие обращаются, чтобы провести большое количество ПЦР-тест-исследований. Давайте мы сегодня закончим с находящимися больными и находящимися с ними контактными. Мы сегодня всех не можем охватить. Сегодня мы проводим, прибегаем скрининг экспресс-тест-системы. Диагностические системы в Кыргызстан поступают в основном из России, Белоруссии и Китая. Этой ночью из КНР пришла большая партия тестов и средств защиты. Решается вопрос и с лекарствами. Мы сейчас сегодня по линии Всемирного банка объявили тендер. В пятницу скрываем на закупке антиретровирусных препаратов. Кроме того, сейчас правительство специально выделяет. При необходимости на нашей территории имеются антивирусные препараты. Мы прямым методом закупаем и можем обеспечить. Нет оснований для беспокойства. В обсервации сегодня находится 1097 человек. На домашнем карантине 439. Их списки переданы правоохранительным органам и семейным врачам для ежедневного контроля. Екатерина Токамбаева, Нуртан Корыбеков, Пирамида.